123 миллиона рублей сейчас хорошо уже зашли в скролл и в бейс там и миша литвин из громких таких большинству из нас не дадут возможности вывести свои деньги фьючерсы просыпаюсь рано утром минус семь с половиной тысяч долларов очень геморно доказать налоговой биржам а все что при государстве как обычно бывает ну типа это что-то должно быть весомое привет виталик расскажи вообще себе кто ты какой тебя банк сайте в крипте самый важный вопрос да хороший вопрос я не хочу показаться сейчас каким-то там арутам или не арутам но у меня скажем так банк небольшой в крипте конкретные цифры я не хотел бы конечно озвучивать вот но скажем скажем так в крипте вообще нахожусь четвертый год вот полностью живу за счет крипты четвертый год то есть я не работаю там где-то на работе условно в пятерочке и занимаюсь криптой нет я именно четыре года полностью живу за счет крипты от а до я у многих сейчас возникнет вопрос скорее всего типа как новичок живет за счет крипты типа ну как как типа ты зашел в крипту и сразу начал жить за счет нее вот это вот тоже такой интересный вопрос ну если кратко могу поделиться этой историей я был в армии это был 2020 год и так просто случилось что перед уходом в армейку у меня было 40 тысяч рублей я их проинвестировал в крипту ничего не знаю вообще 0 я даже не знал как покупать монеты у меня был просто товарищ юра я говорю юр так и так ухожу в армейку кэш не нужен что я там с ним буду делать давай купим монеты все купил монет потом соответственно там месяца через три-четыре была у меня возможность в общем разобраться в крипте разобрался все изучил ну и по факту я просто заработал там в армии свой первый миллион рублей на крипте выйдя из армейки это именно на спотовой торговли выйдя из армейки еще там за два месяца заработал еще 500 ты вот у меня капитал был по полтора миллиона вот так начался мой скажем так путь то есть начать в крипте наверно на сегодняшний день новичку и жить за этот счет это наверное невозможно но у меня условно была такая ситуация что да я в армейке просто торговал на споте привлёк часть инвестиций и соответственно что меня кормили обували одевали в армии я кэш не тратил и просто у меня скопилось такое состояние когда я уже вышел из армии там уже я уже стал развивать комьюнити сообщества общаться с разными людьми друзьями знакомыми и вот так вот потихоньку потихоньку сегодня четвертый год вот такая вообще история я удивлен интересно да это жестко то есть если бы конечно же там я не был в армейке то у меня бы так не получилось то есть понятно что я в армейке я не зарабатывал на крипте чтобы за счет этого жить просто я ну вошел хорошо в рынок мне немного повезло была тогда бычка плюс я изучал эти coin лист тоже туда заходил в некоторые монеты понятно что я не прошел потому что у меня всего лишь один аккаунт там толком ничего не дают вот но в общем и целом да то есть просто заработал и был кэш на жизнь скажем так и пока был конечно жизнь на месте не сидел развивался учился и дальше двигался до какая-то самая большая потеря в крипте самая большая потеря в крипте за раз фьючерсы 2022 год я приезжаю со своим товарищем в питер отдыхаем просыпаюсь рано утром минус семь с половиной тысяч долларов и все и у меня просто паника я понял что фьючи больше я не торгую больше я не принимаю там никогда участие понимая что там зарабатывают совсем другим способом вот а я был во всяких платных приватных каналах там все рассказывали объясняли но по факту как оказалось очень как бы жестко обжегся опыт который не украсил меня никогда ну да вот такая история 7 тысяч баксов максимум терял можно сказать за одну ночь это очень плохо очень плохо а вот как раз такие об убытках ты куда-то еще допустим инвестируешь может допустим ты прикладываешься в недвижимость или еще там в акции в крипту то есть куда-то деньги скрипты вводишь по что-то ну все последние четыре года живу за счет крипты я там как-то не кэшую ну не зарабатываю каких-то сверх больших денег скажем так хватает на жизнь но что-то откладываю в крипту с точки зрения спотового рынка то есть потихонечку пытаюсь как-то создать портфель вот плюс соответственно мне интересны ретро дропы соответственно сейчас вот мы зашли там и лаер зира сейчас хорошо уже зашли в скролл и в бейс посмотрим что из этого выйдет ну а что касается недвижимости или каких-либо там акций и тому подобное я сторонник такого что сейчас очень серьезно в мировой экономике будут внедрять cbdc то есть условный цифровой фиат там тот же цифровой лу рубль который уже есть в сбербанке и я просто переживаю за то что скорее всего большинству из нас не дадут возможности вывести свои деньги без подтверждения легализации денежных средств потому что сейчас в крипте очень много серых и черных зон вот и я это к чему ну я сторонюсь того что к 2024 25 году может быть вот это вот внедрение всех cbdc и оцифровка с точки зрения что любой твой баланс на крипте типа подтвердите откуда бабки вот и как раз таки в этот момент конец этого года скорее всего буду что-то присматривать то есть сейчас уже есть какая-то у нас с ребятами общение о том что как сделать так чтобы у нас не осталось денег вообще не в крипте не фиате то есть это скорее всего будет приобретение чего-то может быть долями то есть может быть там с ребятами вместе зайдем покупка может быть какой-то недвижимость или чего-то такого потому что потом мы просто переживаем что имея крипту трудно будет ее вывести мы не занимаемся какими-то там нелегальными видами деятельности но банально даже если ты заработал там на сделке условно там 20 30 процентов там с 5000 долларов то если у тебя этих сделок например много то потом это будет очень геморно доказать налоговой биржам что это реально мои деньги что я отсюда зашел сразу первый вопрос откуда у вас там 10 тысяч долларов для старта а я взял инвесторов а покажите договор и так далее и тому подобное короче никто не хочет возиться с этим гемором вот поэтому мы как раз таки возможно к концу этого года планируем закрыть эту историю выйдя до во что-то твердое а там уже будь что будет понял 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 ну так немножко скептично отношусь ты говоришь там не доказать деньги сложно вывести мне кажется пока еще долго будет так что можно быть спокойно выводить бабки напрягаться да да возможно да я с тобой соглашусь что есть очень много стран там третьего мира и бедные люди и так далее и тому подобное но я не знаю я не знаю люди с которыми я общаюсь ну придерживаться такого мнения что если все-таки это вопрос не в том чтобы ввести cbdc в россии это вопрос в том что ввести именно cbdc всемирно то есть какое-то условно мировое правительство которое хочет это все внести и как вообще ребята общаются я я не знаю я сам думаю что это может быть не так быстро но как вот ребята общаются и говорят что якобы если это будут внедрять то внедрять достаточно быстро чтобы никто типа не вывел то но я не знаю наверняка не кстати про xrp слышал что-нибудь да xrp это тот токен который я покупал холодил чем ты знаешь напомнил вот уж и ты говоришь чем ты знаешь таким про теории загар вот чем-то я сразу побил xrp чуть-чуть до xrp xlm этот хотел быстро сказать как его зовут забыл вот да там же там же история какая я забыл как его зовут хотел быстро сказать да история такова что вот этот вот создатель xrp который был в начале создания этого токена он же потом поссорился с компанией создал xlm в курсе да там xrp xlm есть два токена вот так логика какая дело в том что тот кто создавал xrp он был в 2009 году в 2010 у подножья создания битка то есть логика такая там есть действительно я просто не совсем верю что если действительно xrp будет трансграничным мостом между странами мне трудно в это поверить потому что ну я думаю эта история была бы скрыта в тишине не было бы капитализацию xrp настолько высокая вот потому что многие могут тогда хорошо заработать вот но логика такая что вот единственное что меня смущает что вот этот человек он был у подножья создания битка и сейчас он до сих пор жив он там по моему является каким-то ну таким полу условно чиновником я не знаю то есть он при при государстве при государстве а все что при государстве как обычно бывает ну типа это что-то должно быть весомое вот но я не знаю а кстати зачем ты вообще youtube канала сделал то есть какая цель ты хочешь заработать да хороший вопрос дело в том что у нас был небольшой скажем так бизнес по рекламному агентству за счет которого соответственно получалось жить что-то делать плюс там в айти разработках ребята со законом агентство где в крипте не нет просто рекламное агентство у меня и п на сегодняшний день я резидент российской федерации вот плачу налоги и у меня и п по этому как он называется по рекламному агентству виду деятельности вот и соответственно там пошли в общем проблемы посыпались разные моменты с рекламой в общем ну плохо плохо сейчас реклама не очень хорошо живет в просто в медийке очень трудно найти рекламодателей проблема не в блогерах с блогерами там у меня 64 блогера где-то список там и миша литвин из громких таких ну в общем крупных блогеров миллионников много проблема именно вот у меня была с рекламодателями и почему вышел на youtube канал есть у меня хороший просто вдруг мы с ним общаемся уже на протяжении там пяти лет вот у него мы познакомились когда у него было там 200 где-то тысяч подписчиков на ютубе сейчас у него уже больше миллионы вот и я просто у него брал скажем так ну вопросы звонил спрашивал слушай вот хочу зайти на youtube хочу зайти на youtube он говорит зачем я говорю хороший вопрос хочу выйти в медийку почему та же ревка то есть можно с этого зарабатывать ну и соответственно я всегда понимал что ну большие деньги тоже в медиа то есть они в медиа и прикол в том что я по факту ну все время зарабатываю за счет крипты не через медиа а как-то сам как-то в соло да я там раньше вел соц сети но это я бы не сказал прям какой-то сверх медийкой вот и почему решил зайти в youtube ну хочется просто медийности ну и соответственно заработать заработать с этого однозначно можно сейчас рынок пустой как я считаю еще на сегодняшний день то есть можно вырваться там условно к рафаэлю слезы сатоши или там я не знаю к крипту сам таким командам я думаю что сейчас еще можно вырасти все-таки и какой-то кусочек аудитории под свою жеревку себе забрать я думаю это это возможно и это экологично то есть это хорошо да притом я помню какой-то один из первых видосов рафаэля но не из первых где он писал там возьмите деньги в пачку посмотрите вообще на них я помню я тогда еще такие довольно такие большие ошибки совершал в крипте я так посмотрел что мне лучше есть такой человек такой человек очень рисковый что не лучше из большего риска всегда перекидывать меньше я тогда недвижимость купил а буквально вот через пару месяцев я там сильно потерял то есть если бы не фиксация профита поэтому я вот коплю деньги хочу еще в этом году недвижимость купить но я я понял да то есть ты придерживаешься такой стороны что заработать скажем так условно максимально рисково и потом закинуть деньги в максимально безрисковые ну я тоже такого придерживаюсь да надо конечно заработать пока есть возможность на разных направлениях в тех же ретро дропах условно и потом до диверсифицироваться да а ты где живешь сейчас мы уже больше полгода нет не больше полугода полгода живем в таиланде а потом куда дальше хороший вопрос я не знаю что будет дальше потому что сейчас очень непросто в мире происходят всякие разные ситуации понятно что мы вернемся в россию я очень люблю нашу страну там очень классно прикольно то есть мне сейчас уже есть чем сравнивать раньше не было вот а так просто хотелось бы конечно путешествовать но путешествовать в каком формате то есть вот мы сейчас годик здесь потом там возвращаемся в россию ну и интересно там было бы полгодика может быть еще куда-то уехать тоже отдохнуть посмотреть хотелось бы конечно в дубай вот но в дубае жизнь скажем так совсем другие расценки вот нам надо хорошо себя чувствовать чтобы туда уехать и там жить на постоянной основе вот ну по факту путешествовать да я не знаю что будет смотри а по заработку то есть условно расскажешь какие-то темки где я могу вот прям щас допустим ты скажешь про одну сколько это стоит и затраты и никакие возможные прибыли и что можно сейчас делать за интересным ну из того что ты делаешь я понял ну на сегодняшний день на сегодняшний день я вот только плотно подсел на ретро дропы то есть по факту есть капитал там есть кэш на жизнь вот из-за того что традиционный бизнес скажем так умер вот и соответственно да просто буду выходить на ретро дропы то есть там я планирую просто заработать какое-то состояние но если сейчас подкидывать какую-то темку новичку я не знаю я честно я не знаю как новичок на сегодняшнем рынке может стабильно зарабатывать деньги мне недавно писал паренек он мне писал в инстаграме четыре года назад у меня там прям видео как я ему записываю он мне не ответил проигнорил меня четыре года назад сейчас он спрашивает меня как зарабатывать на крипте я говорю слушай я не знаю я я правда не знаю рынок очень тяжелый рынок злой полно скамеров и как заработать новичку сейчас я не знаю единственный способ который я вот рекомендовал бы большинство это действительно ретро дропы сейчас есть варианты есть выходы есть возможность но стабильно здесь зарабатывать сейчас не знаю а ты до этого уже что-нибудь на ретро дропа хватал нет это мой первый проект ларзира первый проект скролл бэйс 2 нормально нормально да но момент такой что из-за того что есть просто у меня хорошая комьюнити я состою там в приватном чате криптусов тоже там есть по ретро дропом вот и логика такая что ну есть просто откуда черпать информацию что делать живет исключительно за счет ретро дропов то есть больше его доход это ретро дроп он лутает большое количество уже аккаунтов выходит на такие скажем так огромные объемы которые для меня как бы ну вызывают вызывают много вопросов типа как ты сюда зашел риск 50 на 50 будет вообще непонятно но он заходит соответственно значит что-то чувствует уже больше года или в двух лет в ретро дропах поэтому придерживаюсь таких таких ребят но у тебя кстати красиво я видел твою табличку про это дропом у тебя прям красиво там все расписано удобно да но я скажу так у нас то что в видео у меня там было 10 этих это была тестовая таблица у нас но я не хочу говорить сколько у нас конкретно аккаунтов но я скажу так у нас аккаунтов больше чем от того что там было в таблице то есть сейчас мы заходим очень как бы хорошо и если это выстрелит а я думаю не если я когда ну блин там можно нормально такие деньги залутать прям прям окей мне интересно как ты на что ты говоришь там что-то ты с инвесторами что-то делал как-то вообще их нашел и как ты с ними договорился условно что будет там если вообще ничего не получится расскажут про эту историю да у меня очень хорошая на рынке репутация с точки зрения вообще рабочих процессов раньше скажем так мне мало просто кто доверял потому что когда ты высказываешь такие громкие слова вышел из армии заработал лям полтора туда-сюда я показывал леджер холодный кошелек говорю ну вот смотри ну чё я буду обманывать а проблема в том что люди то не понимают и они говорят так у тебя деньги в крипте ты же не вывел типа там ну они они не понимают что деньги в крипте это деньги и 5 захотел сегодня вывел через обменник вот и просто спустя какое-то время но я заработал хорошую честную репутацию где люди мне могут доверять вопрос конечно же еще от суммы зависит понимаешь то есть один момент привлечь там 10 20 там 50 тысяч рублей а другой момент привлечь там 123 миллиона рублей это же тоже разные соответственно моменты вот ну и от и сколько привлёк и из друзей правильно я понял от друзей . я бы не назвал таких людей друзьями это просто взрослые дядьки реально есть ребята моего нашего с тобой возраста вот которые просто ну дали деньги потому что доверять потому что я приносил прибыль а как ты их нашел как ты их нашел то есть игрушечка если не друзья то да ну смотри ну можно ли назвать человека другом с которым там я не знаю созваниваешься раз в три месяца или полгода и говоришь отчетность там слушает слоер зира так то так нет я имею ввиду где 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 ты нашел вообще этих просто и какие-то знакомые твои да 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 просто просто какие-то мои знакомые то есть например я там грубо говоря был в той же армейке или где-то например на гражданке ну то есть просто в повседневной жизни есть люди которые смотрят они видят что ты как-то живешь вот ты как-то живешь ты даже в таиланде находишься ты как-то живешь где-то есть бабки откуда-то вот я и просто когда у меня был какой-то там запрос там например я не готов рисковать там какой-то суммы я говорю прям в соцсетях просто опубликовал ребят если хотите есть такая-то такая-то темка пишите в личку пообщаемся сначала люди кто-то закидывал по 5000 рублей в прямом смысле слова 5000 рублей потом люди когда уже заработали раз-два-три со мной там кто-то готов высотку дать я знаю людей которым я могу позвонить и сказать слушай есть тема и они мне на этой неделе на следующий там от 50 до 100 тысяч готовы принести почему от 50 до 100 ну потому что это не богатые люди просто работают на работе со мной зарабатывали уже там три-четыре-пять раз и как бы они доверяют доверяют вот такая история ну суммы разные разные привлекались там под арбитраж были суммы там и в два и в три миллиона рублей в 4 вот то есть это арбитраж плюс у меня там есть некоторые ну а под ретро конкретно а вот сколько расскажешь сколько твоих аккаунтов сон допустим 20 твоих 80 дел инвесторов нет ну или вот там ну разные условия прям конкретно про условия не могу говорить потому что все-таки контент официальная информация но вопрос не в аккаунтах вопрос в кассе то есть условно есть будет прибыль когда она будет мы просто ее делим там по таким-то таким-то критериям условно условно там 70 на 30 грубо говоря или там я не знаю 50 на 50 то есть вот у нас условия но я не буду говорить конкретно какие но а не в процентом соотношении не в количестве аккаунтов то есть что будет да и будет да вот а насчет риск а то есть да то есть как вы взяли получается с нескольких людей сколько-то и в процентах поделили потом они сколько процент получит от общего дропа да да нет аккаунта от общего дропа но сейчас примерно тогда это один инвестор сейчас один инвестор а риски там люди мне просто очень хорошо доверяют и конкретно в ретро дропах здесь они просто понимают все риски и для них эти деньги ну не то чтобы не деньги но они готовы с ними попрощаться то есть они дали и сказали как бы окей будь что будет понял интересно да ну то есть я опасаюсь таких моментов с этими с инвестициями со всеми темами в плане в плане я имею ввиду с управлением скажем так чужими финансами да раньше когда был в армии у меня сейчас порой есть такое желание это просто воссоздать свой собственный фонд то есть привлекать возможный капитал и делать те или иные инвестиции в открытом виде ну в открытом для инвесторов понятно но это действительно тяжелая тема это может быть действительно очень большой негатив когда что-то пойдет не так это правда но вот например power zero был снапшот если так чуть-чуть приоткрыть шторки если layer zero даст дроп а скорее всего не если я когда ну если мои аккаунты пройдут по критериям то я могу хапануть настолько сильную репутацию среди определенного круга людей что это просто будет космос там готовы будут сразу хорошо хорошо залутать ну то есть репутация моя взорвется в определенном кругу если если я попаду просто по критериям layer zero интересно да так сегодня кое число сегодня какое сильное число 24 мне прям интересно еще раз будет с тобой созвониться после уже дропа от 0 а что у нас будет что результатом что у тебя что у меня мне очень интересно что будет по результату l0 вот это и 0 там видишь еще тоже такой момент то что дадут дадут это один момент вопрос же в другом а будешь ли ты распродавать все и сразу потому что некоторые drop hunter и придерживаются позиции 50 на 50 50 процентов продал 50 процентов ходу вот я пока позицию не знаю пока позицию не знаю зависит от того сколько насыпят я бы все стакан закинул я недавно в пик по питеру гулял с другом я ему он там что-то мы провел 0 спросил сколько у меня аккаунт сколько у него у него там что-то 200 с лишним аккаунт у меня чуть больше 50 я уже был 0 не верят его не раздал и там через пару дней выходит этот новый сутшоте но ты грел аккаунт это грел все окей у тебя ну так среднюю средний я понял но я тоже я подзабил в последние месяцы реально я подзабил я прокручивал у меня просто есть помощник который этим занимается вот нас ну и поделены части аккаунтов вот и блин ну я я немножко да подзабил но я надеюсь что все все-таки будет хорошо смотря какие критерии никто не знает даже если я делал все идеально и ты делал все идеально выйдет критерий что аккаунт должен быть больше года например активен все я сразу пролетел сразу у меня 11 месяцев а мне интересно сколько сколько как китя баланса на аккаунте у тебя баланс есть на аккаунте да у меня баланса там по моему 50 долларов ну нормально а в эфире есть чем нет вот я говорю вот это вот я видел же как как старки люди прилетели к там сколько-то 10-15 так подожди не у меня обязательный критерий да не она у меня же хранятся в нативном токене в нативном токене тоже в эфире то есть там в оптимизме в scroll base проблема же этого как он называется layer zero ну не проблема вопрос layer zero что у них же нету собственного собственной сети то есть а в какой сети бабки хранить вот поэтому у меня в каждой сети там по 10 20 долларов стоит ну в общей сложности где-то наверное не 50 наверно чуть больше там по 70 долларов вот так да тут же вопрос еще даже ищет и щитками в ток только ретро дропа у тебя на сегодняшний день только ретро дропы да а как получается то есть внутри ты просто живешь на какие-то средства которые ты заработал в прошлом да и также тратишь деньги на прокрутку проектов и ждешь выхода частично да но вот как раз таки прокрутка проектов чего-то связанного такого что-то весомое иногда я просто могу обратиться к инвесторам то есть там если какой-то прям hard риск я конечно к инвесторам не пойду но например по ретро дропом просто ребята такие очень заряженные и как бы они видят потенциал прибыли но и готовы попрощаться с этими деньгами все а кстати сколько ты нет ютубу времени больше уделять это смотрел у тебя видосы уже выходили до сколько у тебя два видео в неделю сколько вообще тратишь на монтаж я видел ты сам монтаж да и превью не превьюшки превьюшки мне делает человек вот монтаж монтажу монтажом пока занимаюсь сам но у меня стабильно видео в неделю каждую пятницу сегодня тоже в 16 15 по моему выходит видео уже уже у меня она смонтирована уже сделано сейчас еще два видео в на стадии монтажа это вот на ближайшие но и данный подкаст тоже соответственно выйдет вот через пару недель а сколько ты тратишь на youtube времени а я не знаю но в среднем у меня запись видеороликов идет ну наверное минут от 30 до часа потом я это все просто вырезаю не знаю не засекал понял понял вот ну да идет просто монтирую монтируя там как как идет там я не засекал но не знаю я так сказать пока не могу опыта еще нет мне наоборот я вот когда приходил в youtube то есть я в принципе не учился монтажить всему остальному просто что я не люблю это как-то люблю эти моменты я больше что-то снимать тоже такое но монтажить это геморр на да то есть не для всех я бы конечно с удовольствием там чтобы человек не монтаж или еще что-то но во первых на это нужен кэш а даже если не кэш но если даже не кэш если даже кто-то условно с фриланса ну трудно наверное найти опыт же тоже какой-то у человека должен быть если ты привлечешь там ну новичок прям 00 ну что он тебя смонтирует ну чё-то так я и так так себе тоже монтирую как могу на свой вкус но но пока что так конечно там дальше надеюсь получится что-то улучшать я щас расскажу историю как я познакомился со своим монтажером это было все никуда четвертый год это был 21 год мне написал какой-то тип я готов делать превью за 5 рублей тебе а игру мне меня применим уже мне нужно сразу видос весь размонтажить и фон самому найти то есть я даже знаешь и медика это просто голос записываешь а уже фон сам подбирает монтажер и мы с ним договорились что-то по за 1000 рублей мне делал видосы краски с всем фоном совсем и вот мы до сих пор работаем 24 год это прикольно это очень прикольно потому что да я знаю такие истории вот среди своих друзей блогеров когда есть действительно там какие-нибудь условно в здравом смысле слова школьники у которых есть просто талант и он готов там ну за какую-то копеечку тебе такое видео делать у меня таких пока нет но продолжение данного видеоролика вы можете увидеть на моем канале кучер благодарю за просмотр